Выявили меньше, заявили онкологи на пресс-конференции, причем почти на полторы тысячи опухолей. Правда, случилось это, скорее всего, в связи с ограничением плановых медицинских осмотров. Сейчас вот те пациенты, которые сидели на ограничении 65+, должны подняться с диванов и дойти до терапевтов, до гинекологов, до смотровых женских и мужских кабинетов. Там их обязаны посмотреть, внедриться в программу, соответственно, первого-второго этапа диспансеризации. То есть сейчас пришла пора активной работы. Кстати, средний возраст заболевших – 62 года. У мужчин в тройке лидеров, так же, как и в предыдущие годы, рак легких – предстатели железы, кожи. У женщин – молочной железы, кожи и кишечника. К слову, больше половины онкопатологии были диагностированы на второй-третьей стадии, то есть тогда, когда болезнь успешно подается лечению. По-прежнему основными факторами, провоцирующими рак у жителей Алтайского края, уже давно являются не ядерные испытания в Семипалатинске, а неправильный образ жизни, отмечают онкологи. Активность физическая у населения снизилась. То есть это интенсивный умственный труд, это загруженность, это стрессогенные факторы, это вот именно такой прессинг эмоциональный, который дает толчок к развитию онкологического заболевания. А еще неправильное питание элементарно та же газировка должна быть под запретом, а также все остальные продукты с добавками. Самые полезные продукты – это которые хранятся с минимальным количеством времени. То есть то яблочко, которое вы берете, не то, которое блестит, а то, которое покусанное червячком, оно может быть выглянет некрасиво, но оно как раз и будет самое полезное. В этом году от злокачественных образований умерло на 100 человек меньше, чем в прошлом. Достичь этого удается, по словам медиков, благодаря внедрению ряда современных методов лечения, в том числе и лучевой терапии. Строительство лучевого корпуса с установкой двух ускорителей, которые позволят нам довести, так сказать, ту самую конформную лучевую терапию, доля которой сейчас составляет 45% по одним локализациям, это самая меньшая процента, а по другим – 57% до 95%. С помощью современных методик 3D-конформной лучевой терапии удается прицельно единым курсом облучать только опухоли. Здоровые органы и ткани остаются невредимыми. Благодаря строительству нового лучевого корпуса, который должен появиться в регионе в течение ближайших четырех лет, такой метод эффективного и щадящего лечения станет доступнее в разы. Смертность должна пойти на снижение. В году 2020-м в статистику вмешался коронавирус. Если бы не он, 98 больных раком могли бы прожить дольше. Валентина Аскерова, Николай Шелко, День с толком.